Малолетний воришка Это новости на ТНТ в студии Артем Рахматуллин. Здравствуйте. В Березняках полицейские задержали малолетнего воришку. Несмотря на свой юный возраст, он совершил целую серию грабежей на улицах города. Сейчас стражи порядка устанавливают личности всех потерпевших. Обычно жертвами малолетнего преступника становились женщины, у которых он вырывал сумки. Все грабежи произошли в конце декабря-начале января. Несовершеннолетний совершал грабежи в районе Карла Маркса, 50, район кинотеатра «Мелодия», это юбилейная, 45, район магазина «ЦУМ», пятилетки, 58, и первая горбольница, это Ленина, 34. Просьба в отношении кого было совершено по данным адресам преступления, обратиться в дежурную часть межмуниципального отдела. Нами также устанавливаются факты грабежей, которые не зарегистрированы у нас. Фоторобот малолетнего преступника сейчас на ваших экранах. На вид подростку 15-16 лет, худощавого телосложения, рост 160 сантиметров. Был одет в черную куртку с капюшоном, спортивные брюки черного цвета и вязаную шапку серого цвета. Если вы опознали вашего обидчика, обращайтесь в дежурную часть по адресу пятилетки 13 или по телефону 26-74-67. Брезняковцев приглашают пообщаться с руководством региональной полиции. 15 января с 11 до 13 часов состоится прием граждан в здании администрации города в кабинете номер 37. Прием будет вести заместитель начальника главного управления внутренних дел по Пермскому краю Андрей Подолян. Записаться на встречу можно по телефону 26-25-51. Завтра свой профессиональный праздник отметят сотрудники прокуратуры. Именно 12 января в 1722 году указом императора Петра Великого при Сенате впервые был учрежден пост генерал-прокурора и возник Институт Российской прокуратуры. О работе службы, которую еще с петровских времен называют государевым оком, расскажет Михаил Якунин. «Свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, законы и международные обязательства. Непримиримо бороться с любыми нарушениями закона, стоять на защите интересов личности, общества и государства». Такими словами начинается текст присяги, которую принимает каждый работник прокуратуры. В их числе и помощник прокурора города Березники Артем Москвин. Молодой человек всего три года носит форму. В прокуратуру пришел сразу после вуза. О выборе профессии нисколько не жалеет. «Работа достаточно интересная, со своими плюсами и минусами. В каких-то моментах напряженная, много отнимает времени, физических, эмоциональных ресурсов. Но удовлетворение от хорошо сделанной работы, когда сам все правильно, хорошо, красиво сделал, оно у любого человека должно быть и у меня в том числе имеется». Кто-то боится прокурорских работников, кто-то безгранично уважает. И не мудрено, ведь работа прокуратуры многогранна. Надзор за гражданским и уголовным судопроизводством, контроль за работой следственных органов и многое другое. «Просто так даже в целом всю значимость прокуратуры не хватит для одного интервью, чтобы все это объяснить. Когда я учился на первом курсе, я даже в объеме курсовой работы не смог даже все это разом описать». На сегодняшний день в Березняковской прокуратуре работают 25 сотрудников. И даже таким небольшим коллективом они с достоинством выполняют свой долг. Один из последних примеров – городская прокуратура через суд добилась того, чтобы жителям нескольких многоквартирных домов коммунальщики сделали перерасчет на несколько сотен тысяч рублей, так как платежи были начислены с нарушением закона. «Уважаемые ветераны и работники прокуратуры города Березняки, сердечно вас поздравляю с профессиональным праздником – Днем работника прокуратуры Российской Федерации. Желаю крепкого здоровья, успехов по службе, мира в семье и в душе, мирного неба над головой с праздником». Наша редакция присоединяется к поздравлениям и желает сотрудникам прокуратуры успехов в их важной работе. Михаил Якунин, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. К другим темам сегодня состоялось неочередное заседание Березняковской городской думы, что заставило депутатов собраться раньше запланированного, расскажет Елена Вавилова. Не успели отгреметь праздники, депутаты с головой окунулись в работу. Сегодняшнее совещание инициировал глава Березняков Сергей Дьяков. В прошедшем году наш город подал заявки на финансирование некоторых программ из краевого бюджета, но деньги получить не успели. «10 января нам пришло письмо за подписью министра транспорта Пермского края Митюшникова, что наши заявки одобрены, но вследствие того, что год уже новый, попросили переоформить заявки для того, чтобы мы могли попасть. Министр мне позвонил, сказал, что вам деньги там заложены. Очень большая просьба на следующей неделе привести заявки, тогда эти заявки быстро пройдут, мы с вами получим деньги». Вот и собрались сегодня народные избранники, чтобы утвердить программы, попадающие под краевое финансирование. Первые обсудили целевую программу повышения безопасности дорожного движения. Она была запланирована до 2012 года. Но так как деньги остались, порядка 55 миллионов, ее решили продлить еще на год. Именно по этой программе финансируется капремонт участков улиц Пятилетки и Юбилейная, а также установка новых светофоров. «Проект решения прошел все согласования в администрации. Есть заключение контрольного органа Думы. Прошу рассмотреть данный проект решения». Изменения в одном вопросе повлекли за собой и изменения в бюджете, и в проекте «Муниципальные дороги». В итоге принятые сегодня решения позволят получить городу 108 миллионов рублей. «Конечно, неочередная Дума – это событие такое неординарное. Но, я думаю, выскажу мнение всех депутатов, что когда речь касается о том, чтобы в наш город привлечь дополнительные средства, и тем более их не упустить, если там… Край выделяет деньги дополнительно при условиях софинансирования. Как вы слышали, на рубль, вложенный городским бюджетом, приходит два рубля из края». Кроме дорожных тем, обсудили и вопрос о назначении помощников депутатов городской Думы. Всего их будет 25 человек с зарплатой около 5000 рублей в месяц. За год на таких помощников из городской казны выделят полтора миллиона рублей. Елена Вавилова, Степан Некрасов. Новости на ТНТ. По информации Березняковского филиала Новогор-Прикамье, 13 января с двух часов ночи, ориентировочно на сутки, будет отключено водоснабжение в нескольких районах города. Причина – проведение работ на перекрестках улиц Калийная Свободы и Преображенского Гастелло. Воды не будет в домах, расположенных в районе от улицы Степаново до БКПРУ-1. В связи с этим в течение дня организуют подвоз воды. График сейчас на ваших экранах. Специалисты Новогор-Прикамье напоминают, что после возобновления водоснабжения в течение трех дней воду необходимо употреблять только в кипяченом виде. Подробную информацию можно узнать по телефону диспетчерской службы 274900. В Березняках для детей с тяжелыми нарушениями интеллекта открыл свои двери еще один класс, реализующий программу «Особый ребенок». Для каждого ученика там разрабатывается индивидуальная программа развития и оптимальный режим занятий. На одном из первых уроков побывала Евгения Кокшарова. Кулачки сжимаем, ручки. Сжимаем. Сжимаем кулачки. Получилось у тебя. Гимнастика для пальцев перед каждым уроком. Особым детям даже это упражнение дается непросто. Здесь к каждому ребенку индивидуальный подход. В классе пока три ученицы. Юля, Аня и Мадина. Планируется набрать 8 человек. Мы сегодня занимаемся второй день. Конечно, дети еще адаптируются у нас, привыкают. Привыкают к педагогу, к новому помещению. Стараются, работают все равно с желанием. В учебной программе такие предметы, как письмо, развитие речи, счет, рисование, музыка, лечебная физкультура. После свободное время ребята могут поспать или поиграть с воспитателями. Родители забирают своих чат только в пять вечера. Однако в первые дни молодые мамы присутствуют прямо на занятиях. Тут очень много, конечно, преимуществ. Во-первых, сидящий режим тут в основном идет. Дети, если позанимались, они могут отдохнуть, походить, полежать, поиграть немножко, отвлечься. Потому что в обычных школах такого нет. Нам очень нравится, что открылась эта группа. Класс. Сегодня на обед у первого В борщ и пюре с котлетой. Для учеников класса особый ребенок предусмотрено четырехразовое питание. Чтобы подкрепиться, далеко ходить не нужно. Здесь у этих ребятишек есть проблемы в плане передвижения. И поэтому как раз было выделено помещение. То есть дети здесь же в одном помещении у них будет проходить учебный процесс, занятия. Будет зона для отдыха, спальное помещение организовано. И будет кабинет, где будут проходить коррекционные занятия. То есть занятия учителя-дефектолога, учителя-логопеда и педагога-психолога. На базе коррекционной школы номер три уже работают пять таких классов. Всего в них обучается 46 детей. Особый ребенок – это пилотный проект Министерства образования и Министерства социального развития Пермского края. Педагоги коррекционной школы уверены, эксперимент удастся. И подтверждение тому заинтересованные глаза новых первоклашек. Евгения Кокширова, Максим Колчанов. Новости на ТНТ. Самая вежливая дата в году. Сегодня отмечается Международный день «Спасибо». Психологи уверены, что слова благодарности следует произносить чаще. Они способны успокоить и поднять настроение не только тому, в чей адрес были высказаны, но и тому, кто их произнес. Мы решили спросить у березняковцев, кому и за что они хотели бы сказать спасибо. Я бы хотела сказать спасибо, конечно, родителям своим, ну и учителям лицея. Всем своим близким, родным, знакомым за все. За все хорошее. Родителям своим, мамочке своей. Говорю спасибо, что родила меня, воспитала. Ну, спасибо детям своим. Хочу сказать, что они у меня такие хорошие. Радуют меня, я их очень люблю. Ну и вообще всем, всем, всем людям, которые нас окружают. Такие замечательные, милые, славные. Всем спасибо. Ура! Хочу поблагодарить прошлых воспитателей, учителей, которые должным образом отнеслись в жизнь к моим детям. И теперь дети меня ни к чем не подводят. Я уже подружке позвонила, казанец мой с казани. И тоже сказала, спасибо тебе за все, дорогая, за мою собачку, она у меня там живет. Мужу, который меня терпит, маме. А еще я хотела бы сказать спасибо Елене Георгиевне. Это моя знакомая, которая в трудный период моей жизни очень мне помогла. А всем, кто нам делает доброе дело. Если бы еще нам, пенсионерам, добавили немножко, не мучили, вы бы еще больше сказали спасибо. Ну а я говорю спасибо вам за то, что смотрите новости на ТНТ. Далее вас ждет прогноз погоды и программа про кино. Всего доброго и хороших выходных. Твоя прогулка легка и приятна, потому что она началась с отдела Кардиф. А еще там начинается твой успех, потому что ты всегда одет правильно. Кардиф. Твой выбор на все случаи жизни. СПОНСОР ПРОГНОЗО ПОГОДЫ Спонсор прогноза погоды официальный дилер Ниссан компании X-Auto в Березниках. Не пропусти, особые условия на автомобиле Ниссан уже действуют. Ниссан Ленина 65А Предстоящие сутки на территории Пермского края погода начнет меняться. Огромный циклонический вихрь, перемещаясь по северу Европейской России, в субботу днем начнет оказывать влияние на погоду нашего региона. И ближе к вечеру, начиная с северо-западных районов, пойдет снег. Но морозы пока сохранятся. 12 января в Перми облачно с прояснениями, без существенных осадков и минус 18 градусов. В Александровске и Кизеле до минус 20, в Губахе минус 19, облачно с прояснениями, без существенных осадков. В Соликамске облачно небольшой снег и 20 градусов ниже нуля. В Березняках 12 января облачно небольшой снег, температура воздуха ночью минус 23, минус 25, днем 18-20 градусов ниже нуля. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба, ветер юго-западный 4,8 метра в секунду. В воскресенье 13 января в Березняках облачно, временами снег, температура воздуха ночью минус 17-19, днем 14-16 градусов ниже нуля. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный 4,9 метра в секунду. В понедельник снегопад продолжится и немного потеплеет. Информация предоставлена центром ФОБОС. Все тепло здесь. Тепловые завесы и пушки от полутора тысяч рублей. Газовые пушки от четырех тысяч. Дизельные пушки от двенадцати тысяч. Все очевидно. Технологии климата. Магазин «Времена года» дарит подарки к Новому году. Весь декабрь. За любую покупку. Получив подарок сертификат в кафе, сенсорный телефон, цифровой фотоаппарат или нетбук. Успевай. «Времена года». Олега Кошевого 6, Мира 58. С такими решительными предложениями от Ниссан выбор становится легче. Выгода до двухсот тысяч. Кредит от 2,9%. Экс-Авто. Ниссан. Березники. Ленина. 65А. 8800-370-80.